Вы смотрите Актуальное интервью в студии Пётр Васильев. Здравствуйте. За прошедшие сутки на территории Якутии новых лесных пожаров не обнаружено. Режим ЧС муниципального уровня продолжает действовать в Алёк, Минском и Верхнеколымском районах. О том, как борются с огнём в лесах Якутии, расскажет гость студии Виталий Немцов, первый заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Виталий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, начнём с актуального. Какова ситуация с лесными пожарами на сегодняшнее число? Ну, в первую очередь, я хотел бы успокоить жителей гостей республики, что она у нас стабилизировалась значительно. Все населённые пункты прикрыты подразделением пожарной охраны, либо республиканской, либо федеральной составляющей. Вместе с тем, напоминаю, что указом главы республики ещё 3 июля этого года установлен режим чрезвычайной ситуации для регионального характера, для республики. А решение правительства комиссии Российской Федерации 17 июля этого года установлен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. Для республики Сахая-Якутия и Хабаровского края. Ну, вот всё-таки, по последним данным, 25 августа. Какие цифры? Общая обстановка у нас сейчас следующая. У нас в целом за этот период произошло 827 лесных пожаров и на общей площади, пройденной огнём, свыше полутора миллионов гектаров. Из них 771 — это на землях лесных категорий, 53 случая на землях иных категорий на общей площади, чуть менее 6000 гектаров. И, к сожалению, мы имели 3 случая в особо охраняемых природных территориях заповедниках. На площади чуть более 40 гектаров. Но это я назвал цифры с начала пожароопасного сезона, который у нас приказом Минэкологии был установлен с 19 мая. Для сравнения скажу, что достигало ЕЖСУ в одном сутачном режиме в течение дня. У нас максимальное количество было 195 лесных пожаров на площади свыше 700 гектаров. При этом было задействовано силы и средства личного состава общим количеством до полутора тысяч. Это лесопожарные формирования, это раймобильная группировка главного управления, спасательные службы и республиканские государственные противопожарные службы. А общее количество задействованных техники достигало до 80 единиц. Из них половина это наземная техника, включая тяжелую бульдозерную тракторную технику, и половина воздушные суда, которые применялись либо на авиапатрулирование, либо на непосредственно тушение пожаров. Вы спросили, давайте все понимается в сравнении. Сравним это с 2020 годом. На эту же дату в том году у нас был 561 пожар, и на площади пройденный огнем чуть менее 600 гектаров. Но резонансный 2021 год на эту же дату было свыше полутора тысяч пожаров, и на площади пройденный огнем свыше 8 миллионов гектаров. Вот показатели. Цифры, очевидно, идут вниз. Да, и сегодня хотел бы еще добавить, у нас именно на сегодня действует 11 лесных пожаров в четырех муниципальных районах, 7 из которых обслуживаются, тушатся, из них 4 локализованы. Площадь на сегодня всего лишь 26 тысяч гектаров. Я предлагаю поговорить о причинах и рисках возникновения. Связаны ли лесные пожары в лесах с природными факторами, с человеческим фактором, с изменением климата? Я сейчас вам проведу ее градацию. Основная, конечно же, у нас причина возникновения пожаров, это, наверное, наслоение, складывание в один нескольких факторов. Во-первых, это у нас длительное засушливое лето, с серьезным прогревом температурным, нет осадков. При повышении температуры повышаются классы пожарной опасности. Это характеристика наших лесов, где преобладает в том числе сухостой. Ну и, конечно же, такое природное явление, как сухие грозы. Поэтому у нас основное количество пожаров по причине сухих гроз. Ну и, конечно, второе место, к сожалению, традиционно занимает неосторожное обращение с огнем. То есть нерадивость, халатное отношение нас самих, граждан. Ну, я же, насколько понимаю, в начале каждого пожароопасного сезона идет профилактическая работа. Конечно. Почему не меняется ситуация, на ваш взгляд? Если говорить о самой профилактической работе и превентиве направленной на это, мы ее проводим буквально только закончив предыдущий сезон. Вот сейчас закончим этот и начнем уже работать в рамках пожароопасного сезона 2024 года. В чем она складывается? Это, конечно же, наше взаимодействие министерств ведомств без исключения. В первую очередь, министерство округи, самого правительства республики, главное управление, ну и непосредственно, конечно, руководящая составляющая со стороны главы республики. Мы разрабатываем дорожные карты. Говоря о главном управлении, проводим контрольно-надзорные мероприятия в отношении населенных пунктов подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров с вынесением предписаний, обязательных для выполнения по выявленным нарушениям требований пожарной безопасности. В процессе приближения сезона мы производим контроль выполнения этих предписаний. Серьезная роль выделяется работе патрульно-маневренных групп всех уровней. В них принимают активное участие как сотрудники МЧС, МВД, безусловно, улусные и поселковые администрации, а также, конечно, лесники. Это их основное реагирование на возникающие термические точки, либо их подтверждение и тушение первые сутки, либо тогда уже соответствующее наращивание сил и средств. В рамках самого сезона я бы хотел сказать, что у нас проводятся заседания оперативного штаба и постоянно действующего оперативного штаба по тушению лесных пожаров. Это чуть-чуть разный уровень. Один это под руководством Министерства Глогии, второй под руководством, согласно поставленной правительству 794-го начальника Главного управления по субъекту. На них принимаются оперативные управленческие решения, в том числе либо превентивного профилактического характера, либо непосредственно направленные на реагирование по локализации и ликвидации возникающих пожаров. Я предлагаю поговорить конкретно о тех, кто занимается тушением лесных пожаров. Как хорошо они экипированы, какая техника, какие автомобили у них? Давайте я скажу, конечно, о аэромобильной группировке Главного управления непосредственно в нашем починении. Находящиеся сотрудники экипированы, оборудование, снаряжение имеют согласно нормам потребности. Непосредственно наша МГ в этом году уже участвовала 10 раз в тушении приближенных к населенным пунктам лесных пожаров. Защищали населенные пункты, расположенные на территории 5 муниципальных улусов районов республики. В целом было задействовано 123 человека. Тут тоже все легко познается в сравнении. В том году мы АМГ Главного управления только 2 раза использовали, в резонансном 21-м 27 раз. Но в этом году, слава богу, у нас нет того, что произошло в 21-м, 22-м. В 21-м был у нас первый переход лесного пожара на населенный пункт в Бески-Вельгорном районе, в том году в Мирлинском районе тоже был случай. Слава богу, без пострадавших, погибших. Если говорить о координации сил и средств, кто занимается? Координацией спасателей? Как работает в течение пожароопасного периода штаб по утушению лесных пожаров? Немножко это уже затронул в предыдущем освещении. Заседание штаба проходит минимум в 2 раза в сутки, минимум. Ну и, конечно же, может более учащаться при усложнении складывающейся оперативной обстановки с лесными пожарами. Там уже, повторяю еще раз, принимаются управленческие решения, даются поручениям министерствам, ведомствам, администрациям муниципальных районов, а также организациям на задействование сил и средств на профилактические мероприятия. Учащается работа в интернет-пространстве и в СМИ. А каких-то разграничений не существует? Вот, допустим, между авиалесоохраной, Минэкологией, МЧС России, то есть, ну, территориально? Я бы хотел сказать, что мы это все разграничения, точнее, назовем так проблемные вопросы, решаем в рабочем порядке. Здесь не стоит забывать, что от нашей слаженной работы зависит как бы не только реагирование и выполнение соответствующих указов президента, что само по себе носит соответствующий серьезный характер, но и возможны большие причины материального и другого ущерба. Поэтому, конечно, здесь слаженная работа всех нас вместе взятых, дай бог, приводит к ожидаемому положительному нормальному эффекту. Ну, мы поговорили о тех, кто работает на земле, о спасателях, как производится тушение пожаров с воздуха. Здесь я хотел вам сказать, что в рамках борьбы с лесными пожарами Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства Республики заключалось 17 госконтрактов на авиапатролирование и 13 госконтрактов на тушение лесных пожаров на общую сумму около 800 миллионов рублей. Непосредственно в том числе заключался один договор с Красноярским комплексным авиационно-спасательным центром МЧС России на задействование двух бортов Ми-8 вертолетов и одного самолета-амфибии Би-200 ЧАЭС. Самолет-амфибия в этом году не применялся по причине отсутствия серьезной угрозы населенным пунктам. А даже наши борта, два вертолета, применявшиеся для тушения пожаров, я хочу об этой составляющей сказать, использовались с водоследными устройствами 65 раз, произвели 220 сливов общей массой 660 тонн воды. Что положительно, конечно, сказалось на тушение пожаров. Я хотел бы тоже одно такое пояснение сказать. Наиболее приближенный в этом году пожар был на расстоянии буквально двух километров от населенного пункта. Отстояли. Там работала авиация? Авиация МЧС в том числе, аэромобильная группировка главного управления, конечно же, государственная противопожарная служба, спасательная служба. И хочу отдать небольшую дань уважения и привлекавшимся лесопожарным формированием со всей федерации, и, конечно же, мобилизованному населению, которые, как волонтеры-добровольцы, принимали активную и посильную помощь и оказывали в защите населенных пунктов своих объектов экономики, в них расположенных. У нас наиболее сложная пожароопасная обстановка в этом году на данный момент пока была в Усть-Майском районе, в Олегминском районе. Вот с чем связываете? Усть-Майский район, к сожалению, традиционно. Там большую, наверное, площадь Торфяников раз срабатывает. Это одно. Блесистость и гористость местности. Ну и наличие горельников. То есть то, что в том, в прошлом году, третий год мы с этим сталкиваемся по Усть-Майе, недовыгорело. Извиняйте за это. Ну и также серьезные складывающиеся погодные условия. У нас, наверное, недели-полторы назад на протяжении почти двух недель не было осадков. Пришел отец-эклон, и у нас не было осадков. Становилась серьезная жаркая погода. Самая большая группировка действительно у нас была в этом году в Усть-Майе. Второй по значимости был Алёк-Минский район. Он пока еще остается среди четырех горимых. Верхняя Колыма немножко нас тоже в этом отношении создавала риски и заставляла на себя смотреть, как бы реагировать соответствующим образом. Ну, надеюсь, что хоть и на сегодня их осталось еще 11, мы полностью не можем говорить об окончании лесопожарного сезона. Но уже складывающаяся прогнозная составляющая и наличие достаточно потенциала резерва сил и средств нам позволит справиться с этими рисками. Виталий Михайлович, а возможно ли предугадать, допустим, в 2024 год, какие районы республики окажутся в зоне опасности? В этом году мы ожидали, что в эту зону войдут у нас северные районы. Немножко получается, что ошиблись. Сама же прогнозная составляющая, как бюллетень погоды, выдается буквально у нас в апреле. Поэтому сейчас я бы не хотел бы спешить. Нам нужны серьезные проработки со стороны Якутского ОГМС. И они оказываются в среднегодичном понимании в сравнении с предыдущими годами очень близкими. Мы на них серьезный упор ведем, но пока немножко преждевременно. То есть прогноз рассчитывается по данным синоптиков? По данным синоптиков в большей степени, да. И с учетом, конечно, того, что происходило по средним многолетним значениям. Я предлагаю затронуть тему сельхозпалов. Это очень для нашего региона была болезненная тема. Я думаю, она где-то даже остается. Как ситуация изменилась в последние несколько лет? Начнем с того, что на законодательном уровне сельхозпалы запрещены. На одном из интервью я также, наше ученое сообщество поддерживает, придерживается мысли, что они положительно влияют. Но, как бы, учитывая все-таки, что законодатель установил их запрет, я также хочу только сказать об этом. Первое, они запрещены. За их проведение несанкционирования установлена административная ответственность довольно серьезная, тем более, которая возрастает в условиях особого противопожарного режима. Именно в два раза сразу административный штаб вырастает. Но, если все-таки производится согласование, к примеру, те же у лесников выжигания леса, то там должно быть соответствующее обеспечение и контроля за проводимыми работами, и обеспечение приспособленной либо лесопожарной техникой для возможного тушения переходящего огня. Виталий Михайлович, ну, в заключении, несколько простых правил, чтобы избежать тяжелых последствий с лесными пожарами для населения. Наверное, простейшее сказать, нужно предугадывать свои действия, поэтому постараться понять, какой мы можем нанести вред, поэтому не оставлять незатушенные костры. Кстати, в этом году 24 случая – это по причине неосторожного обращения с огнем, половина из них – это незатушенные костры. Другая половина этой же цифры, 24 – это неосторожное обращение при курении. То есть, вот здесь, наверное, повысить культуру своего восприятия к тем вопросам, которые возможны могут быть. Мало того, надо также осознать, и говорю, это не в плане того, чтобы напугать, но осознавать и то, что есть мера ответственности Уголовного кодекса непосредственно по 261 статье. Я могу сказать, что в резонансном для нас в 2021 году у нас было 20 уголовных дел по причине людского, человеческого фактора. В том году – 6, в этом году – пока нет. Я уверен, что наши зрители прислушаются к вашим советам, и пожаров в лесах у нас будет с каждым годом все меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч. Продолжение следует...